Никто не знает, почему Одинцовские охотники за привидениями забросили свой автомобиль. Уже больше года он стоит на одном месте, без номеров. Ржавый москвич уже стал звездой Инстаграма, но сотрудники МУП Автостопа местную достопримечательность не пожалели. Если для некоторых жителей эта машина хороший фон для селфи, то для местных водителей это неоправданно занятое парковочное место. В ходе рейда также был произведен демонтаж гаражей ракушек. Организация у нас существует уже 18 лет, занимаемся тоже давно уже машинами, гаражами. Раньше давали людям место на временное хранение гаражей ракушек, давали им номера красненькие, чтобы можно было их найти. А теперь пришла пора их убирать. Убрали уже 4-й, 5-й микрорайон, сделали вместо этих гаражей открытые площадки для машин. То есть вместо 2-х, допустим, этих ракушек, получается, можно поставить 3 машины. И теперь настала очередь 1-го, 2-го, 3-го микрорайона. То есть убираются будут все пеналы и гаражи, которые в нем находятся. Ракушка или пенал – обиходное название металлических автомобильных гаражей. Широкое распространение они получили в России после 1991 года из-за пробелов в законодательстве. Ведь юридически ракушки приравнивались не к гаражам, а к автомобильным навесам, что позволяло их устанавливать буквально где угодно. Власти в течение долгого времени грозились их убрать. Однако реально демонтаж начался только в 2006 году. Данное решение вызвало скорее негативную реакцию у владельцев гаражей. Хозяйка Одинцовской ракушки – исключение. С одной стороны рада. Почему? Потому что, конечно, город, когда приобретает аккуратный вид, это приятно всем и нравится. А с другой стороны, этот гараж, в общем, было разрешено поставить папе, он у меня инвалид войны. Поэтому, в общем, и где-то грусть есть, потому что это связано с ним, с его памятью, памятью о нем. Поэтому, а так, ну, убрали и убрали. И ради бога. Когда-то в первом, третьем и четвертом микрорайоне Одинцова насчитывалось около 200 ракушек. Теперь порядка 25. А в ближайшем будущем, по словам сотрудников автостопа, их не останется вовсе. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.